Здравствуйте, дорогие телезрители! Мы с вами на канале «Радость моя» и обсуждаем вопросы, которые вы присылаете на сайт «Закон Божий». И подчас эти вопросы касаются очень и очень острых отношений, возникающих в современной жизни. Вот мы так и назвали нашу тему «Отношения между людьми». К сожалению, время, в которое мы живем, поистине жестокое. Очень часто самые близкие люди бывают необыкновенно жестокие друг к другу. «Как мне поступить, если мой молодой человек угрожает самоубийством в случае, если мы расстанемся? Сил терпеть больше нет. Я сама на грани». Спрашивает раба Божия Ольга. Видите ли, Ольга, конечно, самоубийство – это страшное дело, но если человек вас пугает самоубийством, значит, он никогда этого страшного греха не совершит. Ведь самого себя убить очень страшно. Вот попугать другого можно, а вот наложить на себя руки – это нужно дойти действительно до какого-то страшного отчаяния. Но если человек вот пугает, значит, он до такого отчаяния не дошел. Он хочет, чтобы вы дошли до такого отчаяния. Он провокатор. Вот не ловитесь на его провокацию, но и поменьше слов. Не надо умножать слова там, где действительно какая-то острая проблема. Ну нет, и все. Возьмите, решительно забирайте свои вещи и уходите. Никуда он не кинется, ничего он с собой не сделает. Ну а вы вот наберитесь мужества, решимости и вот решительно прерывайте то, что нужно прервать. И увидите, что все будет хорошо. Я встречалась с двумя молодыми людьми. Ни с одним из них я не вступала в близость. И наши отношения портились. Оба говорили мне, что в занятиях любовью ничего плохого нет. Если люди по-настоящему любят друг друга. Сейчас у меня появился новый юноша. Не грех ли, что я встречаюсь уже с третьим молодым человеком? Он тоже хочет, чтобы наши отношения зашли дальше простого общения. Как объяснить парню свою позицию? Спрашивает раба Божия Анна. Ну, во-первых, Аня, позвольте вам выразить свою полную поддержку и согласие с вашей позицией. Вы просто молодец. Это так редко в наше развращенное время. Слава Богу. Слава Богу, что есть такие девушки. И очень жаль, что наши молодые люди стремятся не к общению с глубокой, хорошей, умной, целомудренной девушкой, а еще только клубнички, полакомиться клубничкой. Это очень низко, неблагородно. И, ну, так сказать, вот стыдно за таких людей. Хотя это, так сказать, с точки зрения общепринятая. И трудно быть правой или правым, ну, оставаясь как бы белой вороной. Но, Аня, вы совершенно правы. Вот будьте внутренне уверены в своей правоте. К сожалению, вот получается действительно, что как бы ты один прав, а все неправы. Так бывает редко, но в этом случае это именно действительно так. В том, что вы общаетесь уже с третьим молодым человеком, ничего плохого нет. Вот, так сказать, выбор своего будущего супруга – это очень и очень трудный процесс. И нельзя здесь никакой торопливости проявлять. И ни в коем случае нельзя соглашаться с духом века сего. Ну, а если молодой человек что-то с трудом воспринимает, вряд ли вы ему это сможете объяснить. Но вот будьте тверды, непреклонны, неприступны. И я надеюсь, что вы на этом пути встретите свое настоящее счастье. Год назад обвенчалась с мужем. Муж верующий сам привел меня к православию, научил верить в Бога, ходить в церковь. Неделю назад он изменил мне. Теперь у нее есть подозрение на беременность. Муж просит у меня прощения, уходить не хочет, но и с ней общаться не хочет прекратить. Я могу простить измену, но то, что он даже не собирается прекратить с ней общение, меня убивает. Я каждый день плачу, не знаю, что делать, спрашивает раба Божия Екатерина. И вот, к сожалению, эта трагическая ситуация стала достаточно типичной для нашего вот такого безбожного, жестокого века. Вот самые близкие люди вот так безжалостно относятся, казалось бы, вот к тому, кто ближе кого быть не должно. Я могу только вот от души Екатерине и посочувствовать, и пожелать ей сил. И вот слава Богу, что женское сердце готово прощать даже вот такой тяжкий удар. Но почему вот любящий муж не может, ну да, споткнулся, да, ты совершил очень страшный, тяжкий грех, изменил своей жене, но вот осознай и прекрати грешить. Нельзя, чтобы было одновременно две. Нельзя издеваться так над обеями, собственно, но прежде всего над женой. Ведь это же просто вот своего рода поругание. Вот верная, любящая жена, которая вот доверила себя всю, своему мужу, а вот оказывается, у него еще там кто-то есть. Это же ужасно. Вот как можно вот это перенести? И она готова вот и перенести, и простить, но как же можно вот продолжать изменять? Ну, а что касается вот самой Екатерины, я советую вам пойти в храм, и не просто пойти в храм, а быть в храме. Для того, чтобы преодолеть такую трагедию, нужны очень большие силы, которые Господь вам даст. Но в ответ на ваш подвиг, ваше стремление на вашу веру, на вашу молитву и покаяние, даст Господь вам силы и мудрость перенести и исправить эту ситуацию и вернуть мужа в семье. Вот этого я от всей души вам желаю. Я постараюсь кратко ответить на несколько ваших вопросов. Почему нужно целовать руку священника, когда берешь благословение? Нет, не то, что нужно целовать руку священника Аня, а это вот проявление уважения к его сану. Ну и вот вы обращаетесь к нему за советом, вот это тоже проявление такого уважения к тем словам, которые он произносит. Заметьте, что вот вплоть там до 19 века дети целовали руки своих родителей. Вот это знак уважения. Как правильно писать в записках беременных женщин? Спрашивает раба Божия, любовь. Ну вот в русском языке есть такое сочетание непраздное, ну такая-то вот. Вот можно писать непраздное, там указать ее имя. Священник понимает, что речь идет о беременной. После исповеди все равно чувствую раскаяние за совершенный грех. Означает ли это, что мой грех не прощен и нужно исповедаться в нем еще раз? Анастасия, очень хорошо, что вы чувствуете раскаяние за совершенный грех. Дело в том, что бывают такие грехи, которые необходимо сказать на исповеди, но нужно каяться пред Богом в течение какого-то времени. Но повторять его на исповеди вновь совсем не нужно, потому что раз вы сказали, таинство совершилось. Но вот последствия греха требуют вот такой усиленной молитвы на протяжении какого-то срока Бога угодного. Вот молитесь, кайтесь, и дай Бог, чтобы этот грех изгладился из вашей памяти. Это значит, что Господь его полностью простил. Дорогие друзья, прощаюсь с вами. Время нашей передачи подошло к концу. Надеюсь, что вы будете присылать ваши письма на сайт закон Божий. До новых встреч. Господь с вами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова